Всем привет! В этом видео поговорим о том, что власти Украины вчитались в тексты соглашений с Германией и Францией и решили, что их обманули. Украинские СМИ рано праздновали дипломатическую победу, якобы одержанную офисом президента Зеленского в Мюнхене. В конце прошлой недели они радостно сообщили о предоставлении Германии и Франции мощных гарантий безопасности Украине на основании письменных соглашений, заключенных главами указанных государств. Сегодня же выяснилось, что подписанные документы не отвечают ни то что критериям международного соглашения, их даже нельзя назвать сделкой в юридическом смысле. По словам директора украинского анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, которому удалось ознакомиться с текстом документов, ни в одном из них, то есть ни в немецком, ни во французском варианте, по тексту документа вообще не встречается словосочетание гарантии безопасности. Подписанные бумажки с юридической точки зрения, по мнению Бортника, представляют еще меньшую ценность, чем британский вариант соглашения. Тут хотя бы в одном пункте содержал слово гарантия, которое, впрочем, касалось исключительно обязательства Украины гарантировать безопасность британских технологий и британской интеллектуальной собственности. Подписанные Зеленским документом, Шольцем и Макроном предоставляют Украине лишь право на получение консультаций со стороны Германии и Франции относительно их оценки военного конфликта. Причем обязательства о возможной даче консультаций Зеленскому взяли на себя лично Шольц и Макрон, находящиеся сейчас у власти. На новое руководство Германии и Франции, которое может вскоре прийти на смену действующему, пользующемуся все меньшей поддержкой среди населения своих стран, новые гарантийные обязательства по поддержке Украины распространяться не будут. Для того, чтобы подписанные документы приобрели бы юридическую силу с точки зрения международного права, необходимо, чтобы их ратифицировали парламенты Украины, Франции и Германии. Однако европейские политики посчитали, что сейчас не время для этого. По этой причине подписанные в Мюнхене бумаги стоит расценивать как личные политические заверения Шольца и Макрона в их незыблемой моральной поддержке Зеленского. Друзья, подписывайтесь на закрытый телеграм-канал «Ход мыслей». Там публикуются актуальные и важные новости, а также выходят ролики, которые не транслируются на ютубе и других площадках. Сегодня эксклюзивно подписчикам закрытого канала доступна статья на тему «США и Великобритания разыграет многоходовку по лишению Аргентины крупнейшего нефтяного актива». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова